добрый день сегодня у нас в гостях антон куприянов мы знакомы с антоном уже год пересекались на киноклубах и на кинофестивалях поэтому об этом мы до сегодня и хотим поговорить ну в частности начнем с киноклуба значит ты как я знаю организатор киноклуба я даже был у тебя пару раз на твоем киноклубе и откуда появилась идея создание киноклуба и основная идея этого киноклуба чего все начиналось быть долгие и продолжительные начинала все конечно же с кино и с любви к нему то есть это изначальный побудительный мотив на тот момент когда я сделал свой киноклуб и начал его регулярно организовывать я учился на высших курсах кино и телевидения привлек в киноведческой мастерской у владимир вячеславович виноградовой и светланы с магиной и собственно я туда пришел для того чтобы совершить какие-то перемены кардинальные своей жизни то есть более плотно заняться кино это всегда на протяжении всей жизни было большим таким для меня пластом и важным это было увлечением просто мне захотелось это увлечение перевести на более профессиональные рельсы таким образом я пошел вовник но поскольку я был серьезно настроен я понимал что я здесь для того чтобы что-то делать и что-то менять и для этого необходимо мне кажется быть активным и вообще активность залог из успеха я эту самую до активность начал разводить работая на фестивале в гигском и параллельно заведя вот этот самый киноклуб который я не мудрство лукаво назвал кино вторники с антоном куприяновым и который то есть проект который собственно мне очень нравится и суть потому что на протяжении трех лет наброс публикой зрителями и гостями постоянными нравился мне не только мне общая глобальная идея его было наверное образовательно-просветительская то есть чтобы знакомить людей с фильмами которые на мой взгляд вниманием несколько обделены то есть это был некий выбор да то есть выбирал что я буду показывать и что мы будем обсуждать то это были не самые известные и самые популярные фильмы которые несколько в углу и в тени и соответственно а задача познакомить как можно больше людей с этим произведением б и что в чем собственно и важность на мой взгляд киноклубов что дает этот формат этот формат дает нам возможность обсудить коллективно это не просто кино сеанс в кинозале в кинотеатре мы не просто пришли посмотрели и вышли и все что с нами происходило в кинозале мы оставили и вернулись в обычную жизнь мы коллективно этот опыт проживания просмотра мы его разбираем делимся впечатлениями мыслями и это все отталкивается от того что все так или иначе все мы уникальны и у каждого из нас уникальный жизненный опыт и у них соответственно уникальное понимание и не зря говорят что когда мы сидим в кинозале и смотрим фильм каждый из нас смотрит свой фильм как раз это из этого это все исследуется я вижу одно акцентируясь на одних вещах другой человек с другим вэкграундом и опытом увидеть совершенно другое или обратить внимание на какие-то другие детали и только в процессе коллективного обсуждения мы можем открыть то есть а мы можем проговорить основные посылы и замыслы режиссерские обсудить фильмы в том числе и открыть какие-то новые смыслы ну это я понял да а вот возникает тогда вопрос любители кино их значительно больше в принципе чем организаторов киноклубов то есть какого что нужно сделать человеку который тоже так же любит кино любит по его смотреть и обсуждать для того чтобы взять и организовать свой киноклуб то есть это насколько это просто сложно дорого и вообще доступно я скажу что это очень просто побудительный мотив да я понимаю что произошло со мной на определенной стадии любовью кино мне было необходимо делиться иначе меня просто от нее разорвало это как некий старт соответственно нужно искать выход для этого этого чувства и желание что-то делать за пределами до своего дивана квартиры холодильника и телевизора на самом деле ничего сложного в этом нет просто есть некоторые моменты которые нужно учитывать на которых нужно сосредоточиться то есть но во первых нужно понимать четко для себя может быть даже и нечетко но нужно это чувствовать не всегда мы можем это сформулировать до мыслями словами что ты хочешь делать и зачем это будет какая-то нишевая история например киноклуб про фильмы ужасов или это будет исключительно вот такие киноклуб да есть такой да и сейчас он функционирует есть различные на киноклубы посвященные документальному кино это очень важно потому что это позволяет работать с аудитории нишевой которые интересуются конкретным направлением кино или киноклуб который посвящен исключительно анимации то есть это об этом неплохо подумать изначально но и также важный момент конечно в легальности всего этого предприятия как вы будете это показывать если вы хотите заработать на этом предприятии это очень непросто и не знаю наверняка может получиться это но это непросто то есть я себе такого такой задачи не ставил и изначально подходил проект своего киноклуба как не коммерческому предприятию да это несколько освобождает от ряда вопросов в том числе и правовых что вам понадобится помимо понимания с чем вы хотите работать вам понадобится естественно помещение которое вас готовы принять и здесь это первый момент где можно забуксовать потому что не все готовы принять да некая некую активность некое регулярное мероприятие которое либо практически ничего не приносит ли приносит но небольшие деньги я в течение трех лет который я занимался своим киноклубом я сменил раз-два-три четыре площадки почему вы гоняли как бы не разные были моменты и причины то есть какие-то заведения закрывались откуда-то где-то мы не совпадали по взглядам так скажем где то что вот это я приходил меня не устраивала площадь помещения не было тесно самый простой наверное и удобный компромиссный вариант для такого начинания как мне кажется есть я с него начинал это формат какого-то арт-кафе это такое творческое пространство выдержали приятные люди интеллигентные архитекторы которые решили попробовать нечто новое но помимо того что они были архитекторами были еще музыкантами и они создали некое кафе в котором проходили также концерты поэтические вечера и на определенной стадии они решили почему бы еще не показывать кино и в общем на этой стадии мы встретились поделились идеями и все получилось это с одной стороны это удобно для кафе и заведения потому что у них появляется регулярное мероприятие на которые приходят люди и они скорее всего что-то купят да то есть пусть кофе пусть чай пусть булочку но то есть уже не пустое заведение ну и плюс это способствует опуляризации заведения то есть это в общем-то положительная история я потому что ходил в кинокурт вы уже не в кафе значит с кафе да такие истории закончилась она закончилась тем что к сожалению ты сама кафе стакан закрылась сама да да я надеюсь что я к этому не прилагать не причастен но место было замечательное но как многим замечательным местом в условиях рыночной экономики и тем более в москве существовать достаточно тяжело вторая точка была в тургеневской библиотеке на чистых прудах было очень хорошее место существует до сих пор для этой библиотеки до сих пор там тогда там был прекрасный подвальчик и там мне даже нравилось гораздо больше разговоров я сказал про плюсы кафе и почему многие владельцы могут откликнуться и поддержать такой проект но минус в том что в кафе невозможно создать герметичность да и когда ты одно дело если ты смотришь что-то относительно веселое развлекательное это простительно но когда вы смотрите восхождение шипичка а тут кто-то заходит и начинает громко смеяться говорить или на баре начинает варить кофе это никуда не катится это выбивает тебя из пространства фильма и это не тот просмотр каким он должен быть идеальным понимание в подвале на тургеневке все было хорошо было было это герметичности в то же время было и кухня желающие могли что-то заказать но тут я как я понимаю столкнулся с моментом монетизации администрация видела что что-то происходит регулярно собирается большое количество людей а она всегда разное ты никогда не ожидаешь сколько не знаешь сколько придет от пяти до пятидесяти они видят что люди приходят регулярно приходят но почему-то от этого никакой пользы не не было не получается как не видится до этой ситуации поэтому тут начались сначала до предложения как-то эту историю монетизировать когда эти какой-то компромисс но когда компромисс не был найден условно говоря вот параметизации говоришь хорошо я также еще до момент который мне кажется он тоже важно это он связан с программой с фильмами то есть если условно не ограничиваю только отечественным кино или только массовым кино есть какие-то основные границы скажем которые меня сдерживают да естественно я не буду показывать фильмы призывающие к экстремизму или к самоубийству но что-то провокационное я вполне могу себе позволить показать то что это интересно и в этих подобных фильмах есть что обсуждать то есть например я понимаю что дирекцию другие низкой библиотеки может смутить название фильма мадова развяжи меня да то есть вот такой такой призыв прекраснейший фильм но достаточно но с огоньком по-испански и могут возникнуть некоторые противоречия еще в этом плане то есть тут нужно договариваться и нужно понимать на что то есть это же всегда некий компромисс и нужно это понимать но все-таки насчет монетизации значит ты говоришь монетизацию это для кафе то есть скажем грубо говоря когда ты в кафе проводил киноклуб люди приходили кафе платили а ты получается приходил спасибо уходил то есть ты ничего за это не получено то есть это было чистое хобби мы это был такой проект для меня хорошо в тургении это тоже оставалось хобби то есть я не получал ничего вот я даже сказал то есть поскольку наверное мог я себе это позволить да потому что у меня была работа которая меня обеспечивала да и я считал что почему бы нет я делаю для себя в первую очередь если бы не пришел никто я все равно сидел и смотрел кино то есть потому что интересно изначально должно быть интересно изначально вам должны понимать что то что вы делаете должно быть вот вот в чем причина я люблю смотреть кино но если ко мне кто-то присоединяется давайте посмотрим вместе и обсудим я просто в свое время недавно ходил на специальные курсы для организаторов киноклубов и там один из спикеров он говорил как вот меня говорит как-то пригласили провести киноклуб в каком одном месте подумаю а чё действительно люблю смотреть кино люблю говорить пришел провел потом говорят то хорошо получилось давай еще раз ну подумал ну ладно про второй раз потом третий раз я говорю ребята послушайте ты третий раз это уже работа получается а делать какую-то работу без денег это получается в любом случае какая-то самодеятельность а я человек профессиональный я не хочу разводить самодеятельность хочу подготовиться чтобы это сделать на уровне значит мне нужен каким-то образом за это платить вот твоя точка зрения то есть вот ты считаешь что киноклубы должны быть чистым самодеятельностью ну как вот люди пляшут на сцене для удовольствия и тут как бы люди пляшут как бы перед экраном тоже для собственного удобства вопрос правильный конечно как это должно происходить просто эти у меня несколько знаю но не знаю особая ситуация что ли то есть я не старался и не хотел на этом никогда заработать то есть я это вижу как проект просветительский пространство в котором люди могут столкнуться с кино и открыть для себя нечто новое то есть глобально если говорить о сверх задачах и сверх идеях и вообще у идеи кино я воспринимаю как инструмент познания познание себя и окружающего мира может это несколько звучит наивно и нелепо но я верю в то что кино может это самое человеческое понимание развивать мы сталкиваемся с какими-то ситуациями пусть они не обязательно документальные пусть они надуманы но это нас толкает к новым к новым мыслям составление с собой собственным опытом и это может привести к выходу на какие-то новые идеи или понимание того или тех людей или ситуации которые раньше мы не понимали и задачи у меня просто у меня такой него это вполне нормально и я даже скажу что это более наверно профессиональный подход потому что мы с трудом на не сможем представить что если взять кого-то из ведущих кинокритиков да что антон долин или андрей панч плахов вдруг заводит какой-то регулярный проект киноклуб где они вещают бесплатно просто для собственного удовольствия потому что у них мало времени они в этой сфере профессионалы они знают себе цену и естественно абсолютно нормально что вход на эти мероприятия если вдруг они собирается до что-то подобное соберутся сделать что он будет платный и условно говоря с их знаниями и с их опять же медийностью и знаменитостью они смогут могут это себе позволить и они соберут зал вот условно говоря когда вы начинаете ну и в моем случае точно так же кто такой антон каприянов да например то есть кто придет на этот киноклуб естественно ставить на вход какую-то плату ну вот не складывалось у меня это в голове но собственно и сейчас сейчас временно ситуациями не позволяет этот деятельность продолжать но я к ней обязательно вернусь когда хорошо успокоиться хорошо скажем люди приходят бесплатно помещение момент еще очень важно относительно денег и монетизации как только появляются деньги мы сталкиваемся с правами с правами мы сталкиваемся даже на некоммерческих показ и любой показ коммерческий или непоммерческий должен быть согласован с авторами или с правообладателями условно мы можем себе сказать и себя успокоить тем что если я ничего ни с кого не беру не на этом не наживаюсь и никого не граблю хотя тоже вопрос сомнительный то ко мне не может никаких претензий потому что вроде как я занимаюсь образовательной деятельностью просветительской и наоборот например фрукчан будет доволен и рад того что кто-то в россии 10 человек узнают о существовании его фильма сделано в гонгонке например да или малыш чу то есть вот с такой точки зрения подходить как только мы ставим некую плату за вход это уже другая история коммерческий показ и здесь уже необходимо это согласовывать с правообладателями и тут мы сталкиваемся с тем что большинство правообладателей если это прокат большой то они не будут связываться с таким масштабом то что это им не интересно что такое 50 человек например по 150 рублей а работа будет проделана достаточно много поэтому мне видится развитие и возможное действие только таким что либо вы делаете это не коммерческим образом либо и вы либо у вас уже масштаб личности такой что вы можете взаимодействовать и проводить свои киноглубные мероприятия на базе больших кинотеатров в крупных кино сетях то есть это другой уже вариант либо еще мне кажется пограничный и очень интересный и важный момент это работа с нишами в которых с которыми проще договориться так скажем да которые не избалованы таким количеством денег и внимания как игровое кино который видит прокат по всей стране и по всему миру то есть я говорю о сфере документального кино и анимации вот и практика показывает что эти направления люди из этих направлений которые занимаются этим видом кино они более чем отзывчивые идут идут навстречу здесь интересно я вот как раз хотел спросить насчет анимации потому что я два раза был на твоем киноклубе и хотел больше раз прийти но как смотрю в программе значит там какие-то мультфильмы я честно скажу что ну не понимаю от слова совсем мультфильмов не понимаю совсем и даже вот на тех кинофестивалях которые я провожу значит я вообще даже в эту сферу даже каким образом ну то есть как смотреть смотрю а вот отличить как если речь идет о кино там скажем особенно документальным кино я могу по крайней мере сказать что это выше плинтус или ниже плинтуса относительно мультфильмов я даже этого сказать не могу поэтому как это как это оценивать как это да да поэтому значит меня вот все время удивляло почему у тебя такой большой интерес к анимации то есть вот я несколько раз говорил уже несколько раз хотел прийти но всеми анимации думаю анимации надо подождать следующий значит по и вторая сфера которую я по крайней мере обратил внимание тут любовь к китайскому кино я да я тоже не против китайского кино это как поэтому мне немножко ближе вот но вот у меня вот предглядит со стороны возникло впечатление что ты больше интересуешься анимацией китайским кино или это может быть случайно представления нет это не случайно мне действительно очень нравится и анимация и азиатское кино даже не ограничиваясь только китайским и и задали вопросы я понял что корень то он в начале они были вместе это все мы вспоминаем время от времени и ищем ответы на вопросы в нашем детстве было мне лет наверное год четыре или пять и одним из самых любимых телешоу которые я смотрел регулярно которое мне нравилось это был японский анимационный сериал и назывался он грандайзер то есть уже видимо на той стадии что-то в меня проникла и стала частью меня то есть тех пор мне всегда было интересно и анимация и в том числе что-то другое другая система координат ну и собственно чем интересно азиатское кино будет то китайская гонконгская японская корейская это переход в некоторую другую систему координат то что мы живем в россии так или иначе живем в европейской традиции а здесь совершенно совершенно другой другие традиции каноны порядке нормы поведения и кино дает возможность с этим соприкоснуться не знаю может быть с любовью к живописи к рисунку в том числе потому что я также люблю и графические романы и положительно отношусь к комиксам то есть все что связано с рисовкой с кососкетчингом а анимация является продолжателем этого этого дела этого направления но и сейчас конечно все сложнее потому что сейчас мы вообще живем в век тотальной анимации потому что куда ни пози этой рекламы на афишах мы приходим на какой-то блокбастер это компьютерная графика который по сути своей тоже является анимации до анимирование то есть оживление даже фильм начинается анимированный логотип заставка да пока ты фильм еще не начал смотреть уже пять минут мы не обращаем на это внимание не думаем часто но действительно она по она повсюду ты долгое время анимация могла себе позволить то что не могу не могу позволить игровое кино сейчас ситуация несколько поменялось вот как раз вот этот момент свободы фантазии и и буйство на просторах анимации он есть и светит буйным светом это меня как раз и привлекает очень часто в анимационном кино продолжая историю о том с кем и как можно работать в каких направлениях да мы уже перечислили с чего стоит начать а это в первую очередь ваша личная заинтересованность б это поиск площадки еще я бы сказал такой такой момент который важен это некая наглость что ли то есть набраться наглости я для себя это понял после того как организовал встречу с юрий борисовичем норштейна опять к разговору об анимации совершенно случайно родилась эта идея до него и подобных творческих встреч у всех киноклубе не проводил почему потому что просто думал что это невозможно кто я и где один из из самых уважаемых аниматоров в истории анимации однажды набрался наглости и что я сделал я открыл интернет набрал в поиске студия юрия норштейна появился сайт нашел телефон и просто позвонил по этому телефону гудок 2 3 тишина мне никто не ответил но я немного расстроился но я очень получил то что я ожидал проходит сам часов 5-6 раздается звонок незнакомый номер отвечаю и борис на штейнг здравствуйте вы мне звонили я гулял собакой не мог ответить и все что происходит дальше просто мы познакомились рассказал о своем проекте о том что я делаю что было бы очень приятно увидеть его в гостях и борисович был гостях на клубе два раза то есть этот раз и после я то есть наверное положительные какие-то остались впечатления от этого пространства так что вот этот момент его тоже нужно перешагнуть да то есть часто нам кажется что в любом деле любой проект собираешься сделать нахальство это всегда необходимые условия для того чтобы ну потому что никто этого не делает берешь и делаешь это придает сил и и просто это к тому вот как раз для начала да это очень хорошо то есть несколько поверить где-то понаглеть может где-то не получится но как только да это случается ты понимаешь что это возможно вот полный зал гостей вот звезда и творец мирового масштаба и все это организовал ты так и так или иначе как бы да как некая связующая нить это очень вдохновляет так что нет ничего невозможного и как раз в случае с анимацией док кино всегда проще получить и разрешение потому что как правило это фильмы которые заточены исключительно под фестивальный показ потому что большинство из них либо короткометражные и просто у нас нет к сожалению стране на традиции проката и показа анимации и док кино то есть это единичный единичный случай то есть это должен быть проект который должен прозвучать духе акварели косаковского или который так и до сих пор не запустили на 10 состоится книга книга моря вахрушева то есть такие фильмы большие проекты на которые было потрачено много сил и даже они и так вот даже такие проекты не слышал чтобы они какой-то такой реальный эффект имел много миллионные кассы вряд ли они соберут но то есть это становится некими некими событиями и ввиду вот этой ситуации то что нет системы система проката она работает как раз на киноклубы и это как раз пространство киноклубное пространство где можно поговорить и обсудить опять же речь идет о том что договариваться разрешение тоже не коммерческое то есть давайте бесплатно покажем ваши ножны можно можно говорить и о какой-то коммерческой составляющей а вот это уже деньги брать если еще бесплатна эти организаторы Работает бесплатно, люди приходят бесплатно, помещение бесплатное и еще платить за права. То есть тут нужно, все зависит от конкретного проекта. Если вы говорите все бесплатно, то вы, то есть все, обо всем нужно говорить. Максимум гласности и открытости, да, то есть об этом нужно говорить сразу. Я хочу вас пригласить, было бы здорово показать вас фильм, но у меня нет бюджета. Готовы ли вы прийти, да, то есть можно найти какие-то пограничные компромиссы и условия, например, у многих аниматоров, например, есть свой мерчантайз или книги, да, то есть вы находите компромисс в том, что гонорара нет, да, и бюджета нет, но человек, приходя к вам, имеет возможность что-то продать из своей продукции, там, неважно, книги, открытки, магниты, еще что-то, то есть такой формат может быть. Если говорить, изначально, если вы делаете киноклуб с платным входом, то в тот момент уже происходит какого-то договора и разделения, но это уже должно быть как-то нередически оформлено. Ну, вот для примера, может быть, ты лучше ориентируешься, я знаю какие-то киноклубы, ну, может, ты больше знаешь, вообще у нас есть киноклубы с платным входом, которые, ну, хотя бы больше одного-двух месяцев существовали? Это площадки, я не был у них в гостях ни разу, но они продолжают работать, где достаточно... Центр Вознесенского, если я ничего не путаю, билеты, да, они присутствуют, и также еще частный музей АСС, это киноклуб при музее, при культурном центре. Чем никто не хочет заниматься, особенно в самом начале, это оформление, да, это оформление, дополнительные траты, это оформление себя как ИП или ОВО, это целый ВОЗ и маленькая тележка проблемы-вопросов. Да, и главное, что перспектив-то нету бешеных заработков. Ну, как правило, то есть тут, да, нужно, опять же, нужно очень гореть, то есть еще вопрос, что лучше и удобнее, в каком формате лучше организовывать эту историю. В 60-е, 70-е, 80-е эта традиция киноклубов, она была по всему Союзу очень сильно развита, это была целая сеть киноклубов, и, соответственно, абсолютно разный был формат фильмов, которые в них показывались, то есть это было и официальное искусство, и также подпольное неофициальное, то есть были ниши, и были энтузиасты, которыми этим занимались. Я так понимаю, что в 90-е нулевые эта ситуация как-то очень сильно просела, то ли все начали заниматься большим бизнесом, почуяв, что да, можно на этом еще и зарабатывать, и этот самый энтузиазм, любовь к кино, оно несколько просело. Нет, но то, что я вижу сейчас, это, наверное, говорит о какой-то стабильности, что ли, и благополучии, количество киноклубов растет. Тут вопрос к тому, сколько они проживают и выживают, но они множатся, и часто это интересные проекты. Ну и в том числе и мне самому этим интересно заниматься, не только на базе своего киноклуба, но и в музее кино, где я также работаю, и в котором мне удалось создать целую систему, я бы так назвал, киноклубов. Определенные направления, за которыми закреплен куратор, специалист в некой области, который подбирает и программу, но он также по большей части занимается правовыми вопросами. Тоже вот добавлю еще такой момент, каким образом можно открыть свой киноклуб, некое облегчение жизни, такой лайфхак. Есть достаточно большое количество в Москве культурных центров различных стран. И Швеции, и Франции, и Гетт-институт. Огромное количество. И все они в большей или меньшей степени заинтересованы популяризацией своей культуры. И если так совпало, что вы, а, занимаетесь, интересуетесь кино, и, б, вы интересуетесь какой-то конкретной нишей, каким-то направлением, национальной кинематографией, будь то французской или немецкой, то стоит обратиться в эти самые инстанции. Опять же, практика показывает, что в большинстве случаев вы получите положительный ответ. То есть это уже нюансы, это будет коммерческая или некоммерческая история, но активно поддерживается эта история. Мы уже плавно перешли на ту тему, которую ты вначале заявил, но не развивался, что когда ты запускал киноклуб, у тебя уже и так была работа, на которой ты зарабатывал. Судя по тому, что сейчас работаешь в музее кино, то работа, можно сказать, из той же области. Помог ли тебе киноклуб попасть на работу в музее кино? Ну, скажем так, грубо. Так или иначе, да, это взаимосвязанная история. То есть это вопрос активности. Потому что как только... Ну, это как вода и камень. Ты бросаешь камень в воду, начинает расходиться круги. Да, вроде была гладь, а тут пошел круг. Оп, кто-то увидел. То есть этот круг как-то отреагировал на это. И опять же, как вы этот киноклуб ведете, и что вы в рамках его делаете. Для меня было важно привлекать мероприятиям специалистов в определенных областях, в направлениях кино, привлекать киноведов. Соответственно, и момент обучения в Авгике тоже, он мне помогал, и работа на фестивалях. То есть это некое общение, оно неизбежно. Если вы в этом заинтересованы, то естественное количество людей, с которыми вы знакомитесь, оно увеличивается. И, соответственно, опять же, большинство из них также на предложения отзывается. Ну, более конкретно, вот скажем, где работал до того, когда... По первому образованию я горный инженер. Так, вот я угадал насчет камней. Да, когда-то я закончил георазведочный университет. Недолго я поработал в сфере бурения. Заканчивал я факультет техники разведки и разработки полезных ископаемых. Я поработал в Сибири на георазведочном бурении, поработал в Подмосковье на инженерном бурении строительном и понял на выходе, что хочется заниматься мне чем-то другим. Потом были годы искания и творческого, и музыкального. И годы, что тоже важно, работы в сфере ресторана. Так, разговор о фестивале, который был не так давно проведен. Идея мне очень нравится, играет меня. Создать отдельный фестиваль, который будет посвящен только еде и напиткам. То есть, чьего угодья, одному из моих любимых грехов. Это отличная идея. И, собственно, вот эта сфера, она меня поддерживала в материальном плане. Но что важно и, наверное, это и привело меня, что ли, в итоге туда, где я сейчас нахожусь, это интерес, любовь к кино. То есть, она была у меня на протяжении всей жизни. Неважно, учился я в георазведочном университете, работала я в ресторане, или я учился в школе. То есть, всегда был вот этот пласт кино. То есть, сначала это было кино на кассетах из видеопрокатов в соседнем доме. Потом это были кинотеатры, когда мне было уже родительски разрешено куда-то выезжать и отходить из дома. Это походы регулярные в кинотеатры. Потом это, как ни странно, телевидение. На определенном этапе в старших классах я столкнулся с телеканалом «Культура». И это очень сильно на меня повлияло. И, в частности, была замечательная программа Кирилла Эмильевича Разлогова «Культ кино». Она проходила раз в неделю, она и сейчас, если ничего не путаю, происходит и проводится дальше. Раз в неделю, по воскресеньям, вечером. Там показывалось странное кино, другое кино. И это открыло для меня абсолютно другое пространство. То есть, я столкнулся с этим и увидел нечто совершенно другое. Я знал, что кино бывает другим. Это, может быть, не то, что показывают в большинстве кинотеатров. Не что-то коммерческое развлекательное, может быть, что-то сложное, высокохудожественное. То есть, это на меня очень сильно повлияло. И так все это и продолжалось. То есть, кино было важной частью моей жизни. Но все-таки более конкретно. Кино важная часть. Вот работаешь в ресторане, раз в неделю киноклуб, с каких-то людей приглашаешь, общаешься. Вот этот разрыв потом с перехода в музей кино. Или там были промежуточные ступени какие-то? Все происходит параллельно. И потому что, правильно, я учился во ВГИКе. Я работал на ВГИКском фестивале координатором спецпрограмм. Я разводил активность в киноклубе. Это было, как вы извиняюсь, сразу координатор спецпрограмм на ВГИКовском фестивале. Это волонтерская деятельность? Да, я за это тоже ничего не получал. И большинство работающих на ВГИКском фестивале ничего не получает. Ну, либо получают, но символическую зарплату. Понятно. То есть я имею в виду, что мы пока находимся в рамках хобби, хобби, хобби идет так. Да. То есть это движение. Вот это все-таки очень большая пропасть, которую очень трудно преодолеть в два прыжка. То есть между любительской деятельностью и профессиональной. Я, когда начал делать свои фильмы, мне потребовалось, не знаю, лет шесть, чтобы сделать первый профессиональный фильм. Потому что, ну, как бы, то, что любительский это делал. А вот, потому что очень большой вот этот разрыв бывает. И не все его преодолевают. Как вот удалось все-таки преодолеть этот разрыв между любительством и профессиональной деятельностью? Работы было много всяких разных. Но относительно кино здесь... Ну, я так скажу. Это не работа, это хобби. Здесь важный момент заточки того, что ты хочешь сделать. И я говорил вначале, что на определенном этапе жизни я решил, что нужно что-то менять. Пока еще я чувствую себя на этой силы. И какие-то начал делать шаги в гик, активности, киноклубы. И, собственно, я уже начал искать какие-то варианты и возможности, где эти свои знания и свою активность могу приложить. То есть в момент, когда я ушел, словно говоря, из ресторанной сферы и начал получать за то, что я несу людям кино. Доброе сфере, да. Да, как некая, опять же, сверхзадача. Нести людям хорошее кино. И начал я это делать, помимо киноклуба, параллельно с ним, в системе школьного образования. Нашлась замечательная школа в Ясенево, 12-12, целый комплекс школьный, который меня поддержал, так скажем, и мои идеи, и, собственно, дал мне пространство для реализации. Что это было? Это были разные мастерские, разные мероприятия, и киноклубного формата, опять же, для просмотра с детьми, обсуждения фильмов. Нет, нет, опять же, это опять же все, это хобби, опять бесплатное. Нет, 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 это как раз момент. Или оформили уже каким-то учителем. Да, да, это называлось должность педагог-организатор. И в рамках этой должности у меня была некая свобода и пуль для экспериментов. То есть, и уже исходя из того, что в школьном комплексе было четыре школы, и на базе этих школ я мог проводить мероприятия. Это была параллель школе, как внеурочная деятельность, как дополнительное образование. То есть, это были и киноклубы, это был и курс по истории кино, это были еще мастерские в духе кино на коленке, условно говоря, попытки снимать что-то свое, создать свое кино, потому что мы живем с вами в век высоких технологий, и каждый может снять свое кино просто на телефон. Но можно, условно говоря, снять, как я ковыряю, в носу, а можно, понимая хотя бы в общих чертах, что есть кино и какие-то базовые представления о драматургии и строении художественного произведения, можно снять нечто большее. Собственно, вот этим с детьми я тоже занимался. Ну как ты считаешь, это уже профессиональная деятельность в области кино? Что считать профессиональной деятельностью? То есть при переходе в систему школьного образования из ресторанки я ушел. Хорошо, следующий шаг. Сколько продержался в системе школьного образования, ушел оттуда сразу или по частям оттуда уходил? Это длилось года полтора, наверное. Не все понимали из школьного состава, чем я, собственно, занимаюсь и зачем это нужно, но, тем не менее, с интересом поглядывали на это все. Длилось это года полтора, при этом мы держим в голове, чтобы параллельно продолжалась деятельность киноклубная. И параллельно еще появился музей кино. Так, и как он появился? Куда меня пригласили, так скажем, заняться уже озвученными киноклубами. Как пригласили? Вот меня, например, не пригласили в музей кино. Я очень благодарен тем людям, которые меня туда пригласили. Это мои коллеги и друзья. Это Станислав Дединский, издатель, или одни из немногих издателей, издатели, которые продолжают выпускать книги о кино. И киновед, и изнештовед Наталья Рябчикова. И, собственно, эти люди, которых я приглашал в свой киноклуб. То есть мы проводили какие-то совместные мероприятия. И была некая стадия, стадия называлась «Роспуск» и, как бы еще это назвать, «Расформирование как институции Никина искусства», что очень печально, которая сначала оказалась без собственного здания и была совмещена с Авгиком, но через какое-то время ее и в Авгике расформировали. Произошло некоторое слияние НИИКа с музеем кино. То есть, по крайней мере, те сотрудники, которые находились в НИИКе на искусство, они планировалось, подразумевалось, что они перейдут на работу в музей кино. На этой стадии я не работал ни в НИИКе на искусстве, ни в музее кино, но был знаком с людьми, которые работали в НИИКе на искусство. То есть непосредственно со Станиславом Детинским. И музей кино искал какие-то новые лица, новых сотрудников, которые какую-то добавят, вероятно, жизнь и разнообразие в их репертуар и несколько оживят это пространство. Ну и как твое впечатление и опыт от работы в музее кино? Есть определенные сложности, но для меня это... То есть я стараюсь видеть во всем, наверное, возможности. И музей кино – это некая традиция. Нынешний музей кино – это несколько другая институция и организация, чем музей кино, который был на Красной Пресне. Заниматься популяризацией кино в данной ситуации я не занимаюсь. Я не вижу причин. То есть для меня это уже определенный вызов, что ли, должен был попробовать там, на базе этой площадки, которая находится на ВДНХ, организовать регулярно какую-то так или иначе успешную деятельность. Собственно, так родилась идея системы киноклубов, которая была воплощена, которая активно действовала на протяжении года. Я считаю, это достаточно хорошие результаты. Это она, получается, параллельно шла... Я же год назад еще полгода назад ходил на твой киноклуб, который отдельно вообще сам себе существует. Да, сначала какое-то время я работал в музее кино только как организатор и куратор киноклубных мероприятий. И параллельно работал в школе. Но на определенной стадии мне предложили возглавить отдел кинопрограмм. Собственно, я подумал, взвесил и решил в это поиграть. Но это уже стадия, когда мне пришлось от работы в школе отказаться, потому что просто физически я бы не смог это все вести и успевать. Там же другой уже совершенно объем работ, организационных и бумажных и так далее. Как и в любом деле и в любой, наверное, работе и месте. Есть какие-то моменты, которые могут мне нравиться, но те, которые нравятся, которые поддерживают меня и моя деятельность в этом месте, их все-таки больше. А с кинофестивалями? Ты говоришь, что с авгикским фестивалем имел какие-то взаимоотношения, а фестивалей-то много. Я, в частности, приглашал на один из наших кинофестивалей в жюри. Я никогда не занимался организацией фестиваля. То есть с чего-то масштабного, где будет много фильмов, где будет идти несколько дней. Поэтому тут не могу, наверное, никаким образом и никаким опытом в этом направлении поделиться. Кроме того, что время от времени, поскольку я занимаюсь программой в музей и кино, время от времени, мы становимся площадкой для... Мы показывали фестивальные фильмы, музеиные. Может, фильм «Фест» и, собственно, планировался. И «Амброзия» тоже предполагали показать. Несколько фильмов. И мы устраивали показы фестиваля «Святая Анна» уже не один год продолжается. И хотели делать в этом году начать сотрудничество и с авгикским фестивалем, но, к сожалению, ситуация нам не дала этого сделать. То есть в этом формате взаимодействия с фестивалями, оно есть, оно мне интересно, потому что это некий... Всегда, как правило, у фестиваля есть какой-то вектор, какое-то направление. И переходя из фестиваля в фестиваль, можно... Много с чем интересно столкнуться. Но вот сейчас жизнь меняется стремительно, и все больше и больше идет онлайн. То есть я могу, честно сказать, про себя. Мне не нравятся онлайн-форматы и киноклуб в онлайне, и просмотры фильмов в онлайне. Это как-то вот... Не чувствую я здесь как бы смака вот в этом. А твое отношение к онлайну, потому что сейчас... Сейчас же как-то, ну, я понимаю, что я могу делать, что мне нравится, а что не нравится, потому что мне не платят за работу в этой области. Но ты сейчас, как человек, который работает уже в Музее кино, значит, тебе могут просто сказать, давай проводи онлайн-мероприятие. Понимание пришло, что, если, условно говоря, на протяжении, так называемой, первой волны весной мы эту мысль от себя несколько отгоняли. Во-первых, никто не знал, с чем мы столкнулись, как долго это продлится, как себя вести и как это все работает. Приходилось, да, выдумывать все это заново. Формат киноклубов, который был активной, да, и большой частью работы в оффлайне, да, в реальности, перевести в весной мы не решились. И это связано и с рядом технических ограничений, и, опять же, с правовыми ограничениями. Потому что одно дело, когда мы говорим о конкретном показе в конкретном кинозале, в конкретное время, и совершенно другое, когда мы говорим о показе в интернете. То есть не все на это пойдут, это будет стоить других денег. Да, да, я знаю, некоторые автор боятся. Вопрос утечки менее контролируем. Поэтому весной мы выходили из ситуации, каким образом делали различные публикации, делали какие-то аналитические или тексты, представляющие или комментирующие фильмы, которые размещены в открытом доступе. Мы взаимодействовали и с киноконцерном Мосфильм, и с прокатчиками, например, с кинопрокатной компанией «Русский репортаж», или с «Ленфильмом». То есть те ресурсы, те фильмы, которые есть у них в открытом доступе, то есть мы работали вот таким образом с ними. Либо это были экскурсии и лекции от наших научных сотрудников или фондовиков. То есть мы это выгружали все в интернет-пространство. Сейчас мы поняли, что это неизбежно. Это самая новая реальность, она пришла. И в этом много плюсов, потому что все-таки интернет, он стирает границы в прямом смысле. Условно говоря, физически дойти до музея кино на ВДНХ не все соберутся, не все решатся. Когда мы заявляем о том, что мы проводим какое-то мероприятие или встречу, или обсуждение в интернете, не нужно идти эти километры. Не нужно ехать на другой конец Москвы, и это облегчает ситуацию. Поэтому сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы перевести ряд тех киноклубов, которые уже были в музее кино на рельсы. Вот это онлайн-зум-пространство, зум-вещание и создание каких-то новых проектов. Ну, и как первый опыт, потому что я вот получал приглашение. Я просто, в принципе, не люблю онлайн-мероприятия. Я получал приглашение от музея кино. И как опыт? Первым блинкомом. Нет, всем очень понравилось. Это был кинолекторий, киноведы, исследователи анимации как раз Екатерины Семеновой. Мы запустили какое-то время назад, в прошлом месяце, новый цикл, который посвящен звездам американской анимации. И здесь как раз, может быть, сыграла известность персонажа. Это привлекло какое-то внимание. Катя рассказывала про историю создания Микки Мауса, как этот образ рождался. Я получал это приглашение, просто мне интересно. И как он менялся. И, естественно, было некое переживание, непонимание, как это будет работать. Сложнее в каком формате? Потому что когда ты сидишь с людьми в зале, вас ничего не разделяет. Если возникают какие-то реакции, возникают вопросы, по ходу всегда можно отвлечься, остановиться и проработать какие-то интересующие вопросы. Здесь несколько другие правила игры, что ли. Поскольку это был формат все-таки лектория и лекции, то есть это строится как порядка часа вещания с демонстрацией каких-то кадров или каких-то фрагментов из фильмов, после чего уже мы переходим к вопросам. Собственно, эта форма абсолютно всем знакома и учащимся в институте и так далее. Мы сейчас проходили, когда есть лекторный материал, а потом остается время для обсуждения вопросов. И я воспринимаю, как достаточно успешно то, что прошло, потому что люди из разных регионов страны подтянулись из интересованной анимации, которые, опять же, раньше до нас не доходили по понятным причинам. Так что все-таки положительные моменты в этом есть. То есть нет, ну или пока мы это не чувствуем, мы не привыкли к этому ощущению единого пространства. Ты уже видишь не живых людей, а вот эти иконки и черные квадратики. Это непривычно. Но когда переходим к общению, обсуждению, как-то это даже забывается. Поэтому это некий новый виток. Изначально было непонятно, страшно и не хотелось ничего иметь с этим общего. Но после того, как сделан первый шаг, я вижу, что вполне можно работать в этом направлении. Ну, собственно, что мы и будем делать? Ну, сейчас киноклуб свой закрыл, будем считать временно. Да. Время идет, и оно как бы идет уже, все идет, идет, идет. Желание есть его реанимировать, если вдруг так жизнь возвращалась в нормальное русло? Или оно уже, или оно затухает, и через какое-то время уже и как бы будет поздно? По крайней мере сейчас, находясь в этой ситуации, у меня есть желание. Причем, я думаю, что это несколько, возможно, будет некоторое перерождение. Может, у меня не сменится формат. И сама программа, так скажем, того, что будет показываться в рамках этого конкретно моего. Это не такая неофициальная история, то, что называется это для себя и для души. Я собираюсь продолжить эту историю, конечно. Потому что ты относишься к этому по-другому. Когда ты это делаешь не за деньги, не за зарплату, а для себя, это совершенно другие впечатления. Ты приходишь, потому что у тебя появляются новые знакомые, регулярные гости, которые становятся друзьями. И это некая ритуальность, когда вы встречаетесь в следующей неделе, каждую неделю и общаетесь. То есть уже вмешивается такое пространство дружеское. То есть атмосфера очень приятная. Ради этого тоже стоит создавать подобные мероприятия. Да, ну ты как человек, который, как сам уже неоднократно говорил, у которого много друзей, знакомых, людей в индустрии и в музее кино находишься в центре. Процесс, он да. Да, да, вот твоя идея вообще, к чему все это идет и выживет ли хоть какая-то часть кинотеатров, выживет ли хоть какая-то часть киноклубов и вообще останется ли что-то, кроме онлайна. Я думаю, что тут можно говорить о том, что, как это не печально, выживут не все и переживут эту ситуацию. И простое, и вот этих минимальных прибыли или их отсутствие. Наверное, действительно не все смогут себе позволить продолжить работу. Но как раз тут появится благодатная почва для всхода вот этого неформального движения. То есть тех, кто заинтересован в кино, кто-то его любит, заинтересован в популяризации и в его обсуждении. То есть как раз то, что не зависит от денег, оно как раз, мне кажется, сможет зайти. Да, конечно. Ну, то есть когда, условно говоря, ты от этого не зависишь, ну почему бы это не продолжить? Ты как раньше ничего не получал, так и дальше ты ничего не будешь получать. Просто это надо принять и с этим смириться и не расстраиваться. Опять же, корень, ты делаешь это не ради денег, а ради каких-то других смыслов. Вот такая история. Так что все будет продолжаться. Возможно, а в этом тоже часто говорят, что как раз лучше себя будут чувствовать подобные институции, заведения, как синематеки, как музеи кино, в которых идет показ именно ретроспективный старых фильмов или фестивальных фильмов. То есть что-то точечное, непрокатное. То есть как раз места, где люди могут столкнуться с чем-то уникальным, с чем-то разовым. То есть то, чего, условно говоря, массово на экране не показывают. Потому что то, что показывается массово, мы все это видим сейчас в интернете, на стриминговых платформах, в онлайн-кинотеатрах. И тут мы заходим на очередной виток. То есть есть, опять же, такая теория, что все идет по некой параболе. И кино можно заключить между двумя полюсами. Одна это модель кинопросмотра Эдисона, другая модель просмотра Люмьеров. У Эдисона ты смотришь один в окошко, у Люмьеров это коллективный просмотр в едином пространстве. Сейчас мы снова... То есть был некий скачок во время появления телевидения. Потом стало ясно, что все равно и телевидение не может заменить ощущения от большого экрана. Сейчас мы на новой стадии, когда появились гаджеты, и становится нормой смотреть Бергмана в метро на 6-дюймовом экране, что является преступлением однозначно. Но, тем не менее, да, ситуация меняется, но просмотр на большом экране его ничто не заменит, конечно. Так что кино будет жить. И на большом экране я в это верю. Ну, на такой оптимистичной ноте как раз хотел бы закончить нашу сегодняшнюю встречу. Поблагодарить тебя, что пришел. И надеюсь, мы еще будем сотрудничать. И какие-нибудь очередные кинофестивали обязательно будут... Фильмы очередных кинофестивалей обязательно будем показывать и в музей кино в том числе. Я буду рад. Продолжение истории. Ну и также, да, наверное, нужно сказать тем, кто раздумывает над тем, стоит ли начинать эту историю. Конечно, конечно, стоит. Если вам не дает это спать спокойно, что-то все время зудит и чешется, почешите. То есть сделайте это, начните. Бросить никогда не поздно. То есть если в процессе вы поймете, что либо вам надоело или что-то не так, что-то не получается, но в том-то и секрет, и что пока ты не попробуешь, ты не поймешь. Опять же, как показывает практика, аппетит часто приходит во время еды. Появляется азарт, и хочется делать что-то другое, новое и большее. Это возможно. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok